Братья только что сегодня читали и много мест прочитали то, что сегодняшняя тема и сегодняшний вечер. Я хочу сегодня напомнить место, которое было уже напомнено братьями, и только что тоже было напомнено братом Вадимом. Я зачитаю это исход из 12 главы. Помните, когда Бог выводил народ свой из Египта? Они были в плену, они были в рабстве, они тяжело работали. И Бог услышал вопль народа, страдания, стенания. И Он сказал Моисею, иди и скажи фараону, пусть отпустит. Вы помните, когда Он говорил с ним, Он ожесточил сердце его, оказалось, какая неувязка. Тут Бог посылает, иди говори Моисею, и тут же, когда Он сказал, Он ожесточает сердце их. И понимаете, получается то, что... И сказал Моисея, так говорит Господь, полночь я пойду и просреди Египта, и убрать всякий первенец в земле египетской от первенца фараона, который сидит на престоле своем до первенца рабини, которая при жерновах, и все правородные скота, и будет вопль великий по всей земле египетской, которого какого не бывало и какого не будет более. У всех же сынов Израилевих ни на человека, ни на скот не пошевелить пес языком своим, дабы вы знали, какое различие делает Господь между египтянами и между израильтянами. И сказал Господь Моисею, не послушал вас фараон, чтобы умножить чудеса моей земли египетской. Моисей и Аарон сделал... Я восьмой стих еще возьму. И приду все раби твои, сиив ко мне, и поклонится мне, говорит... Выйдет ты и весь народ, которым ты предводительствуешь. После всего я выйду. И вышел Моисей от фараона с гневом. И сказал Господь Моисею, не послушал вас фараон, чтобы умножить чудеса моей на земле египетской. Моисей и Аарон сделали сессии чудеса перед фараоном. Но Господь ожесточил сердце фараона и не отпустил сынов израильтян из земли своей. Казалось бы, я не раз об этом думал. Почему здесь он посылает, скажи, объясни и тут же ожесточает. Дорогие мои братья и сестры, фараон... Вы знаете, сегодня мы часто можем говорить фараон жестокий, фараон безбожный, или так по-другому можем назвать. Или человек, который не верил в живого Бога. Бог показывает этим самим сегодня тебя и меня. Сколько раз я посылал к вам, сколько раз Бог говорил через слово, через откровение, через пророку. Сколько раз через проповеди Дух Святой говорил нам Бог. Ну и заметьте, Бог не один раз говорил фараону. Не один раз. И сегодня Бог говорит нам, обращается к нам. И вот здесь я не буду сегодня эту тему трогать больше, но я хочу именно о том, чтобы Бог показал, насколько жестокого или твердого сердца человека. Бог, написано здесь, и Господь ожесточил сердце фараона, и он не отпустил сыновь Израиля. Это почему? Потому что гнев Господен был на этом народе и на самом их вожде. А скажите, а сегодня не так ли поступает с нами Бог, когда мы не слышим Его и не хотим слушать Слово Его? Что? Он отнимает милость. Он уходит. И что? И тогда наше сердце жестоко. Наше сердце жестоко. И мы можем Богу ультиматум говорить, предъявлять, обвинять. Он не таков, Он не так сделал, Он не так поступил, Он жестоко со мной поступил. И так дальше. Вы смотрите, Бог показывает, что это было. Это произошло с тем человеком, когда Бог присылал к нему, сказал, но они, он ожесточил сердце. Заметьте, что Бог допускает, на ком днев Господен, ожесточает его сердце. Ожесточает его сердце. И сегодня Бог показывает, сегодня, чтобы мы задумали, если у меня сегодня есть до Бога недоверие, и если у меня сегодня есть то, что он сказал, и мы слышали Слово Божие, читали братья, что он взял наши немощи и болезни на себя, он топтал, точил один, не было с ним помогающего, а кто мне сегодня помогает? Я читаю. «И сказал Господь Моисей Иерону в земле египетской, говоря, месяц сей добудет у вас с началом месяца, первым добудет он у вас между месяцами. Скажите всему обществу, сынов Израилю, в десятый день всего месяца пусть возьмут себе каждый одного арца. Я сокращаю время, о том мы уже слышали, и агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола. Пусть хранится у вас до четырнадцатого дня сего месяца, тогда пусть заколет его все собрания общества. Израильского вечера. Пусть возьмут от крови все его, помажут на обоих косяках, на переклане дверей и в домах, где будут есть его. Пусть съедят мясо. И там описывается, что делать. Я хочу основные моменты. Ешь, чем вы слышали это слово. Ешь его так. Пусть будут чрезвы ваши припоясаны, обувь на ногах ваших и посов в руках ваших. И ешь его с поспешностью. Это Пасха Господня. Это Пасха Господня. Мы знаем, что такое Пасха. Мы слышали, что такое Пасха. И я бы хотел, чтобы мы поняли то, что Пасха – это и есть пощада, помилование. Почему Он сказал, пройдет мимо вас. Пасха праздновала в том, что Бог пощадил, Бог помиловал, Бог жалился. И вы знаете, что, другими словами, прохождение мимо нас этого бедствия, этого гора. И сегодня, сколько мы сегодня празднуем один раз в году Пасха. И то мы празднуем в буквальном смысле празднуем. В том, что мы знаем, что это раз в году вспоминаем Пасхальный день. Это торжественный день. Да, это несомненно. Но Пасха наша, Христос, заклан за нас. Давайте вспомним, сколько раз в году было тех дней, что мы вспоминали о Нем. И он говорит, Пасха Господня, я в сию самую ночь пройду по земле египетской, поражу всякого первенца. В земле египетской, от человека до скота, над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь. И будет у вас кровь знаменем на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас. И не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю. Египетскую. Заметьте. И не будет между вами язвы губительной. Не у вас, а между вами. У вас и речи нет. Почему? Почему, когда будут поражать землю египетскую? Потому что я увижу кровь. И да, будет вам день сей памятник. И празднуйте вон и праздник Господу все роды ваши, как установление вечное. Празднуйте его. И возьмите не еще ничего классного. И возьмите пучок и сопа, обмочите кровь, которая в сосуде, помашив перекладанную оба косяка дверей. Кровью, которая в сосуде и вы, а вы, никто, не выходите за двери дома своего до утра. Как часто мы забываем это? Мы заключили завет с Богом. Мы говорим, что мы мытые кровью акция. Мы помазанные. Мы омытые его кровью. Мы искупленные кровью. Но он здесь говорит, не выходите из домов ваших до утра. Не уходите. Не выходите за пределы. Не выходите за пределы черты, которые провел Господь. Не выходите до утра. Не уходите до воскресного утра. Утра, когда придет Христос за церковь. Не выходите. Не выходите в египетский мир. Не выходите в Египет. Не приступайте к дому вашему, ваши дома еще в Египте до утра. Мы живем на этой земле, где этот Египет, сегодня этот Египет говорит, не выходите до утра, не ваше это, не берите оттуда, не подражайте оттуда, не взаимствуйте оттуда, не учитесь оттуда, не берите примеров оттуда, не выходите до утра. Это значит, что мы не нужны, это не наше, это земля, это здесь эта прелесть, этот мир, это украшение не наше, наша Родина небо, не выходите до утра, может я вышел не один раз, взял с этого мира, взял с этого Египта, а он пройдет мимо, но если я вышел, я потерплю поражение я, будет терпеть моя семья, мой дом, терпеть поражение. Я вышел, я нарушил, я нарушил то слово, сказал который Бог, выйдите из мира и отделитесь. Мы не вышли и мы не отделились. Вот что такое Пасха, это не только праздник, это не только Пасха, или только мы празднуем, что Иисус был за нас распят, нет, Он еще сказал, не выходите из домов ваших, не выходите до утра, оставайтесь, ждите. Помните, как Христос когда уходил сказал, не отлучайте от Иерусалима, не уходите, ждите обещанного, не уходите, ждите, не выходите за пределы, смотрите эти предупреждения, одно, второе, не выходите, ждите. И вот здесь и пойдет Господь поражать Египет и увидеть кровь на перекладине, и на боях косяках пройдет Господь мимо дверей и не попустить губителю войти в дома ваши для поражения. Бог сказал, скажи народу, если мы укрытие Божие в том, которое укрыло нас по мазании своем, по мазании крови акция, и если мы выйдем до утра до его пришествия в этот Египет, будем терпеть поражение мы, наши дети. Эти язвы, которые сегодня мы распространяем, эти болезни, они будут касаться нас и наших детей и будут умирать. Но если мы не выйдем до утра, оно пройдет мимо, и Господь сказал, скажи народу, никакая болезнь, никакая зараза, никакая эпидемия, она не прикоснется и не коснется, она пройдет мимо, мимо вас. Она не будет между вами, это не только в твоем доме, а между вами, между народом моим, между сыновьями, между родством вашим не будет. А мы что делаем? Вышли. Наш рейнальный ум, ой, я делаю так, я спланировал так, я построю так, я устрою так. И мы вышли, до рассвета вышли. И что же сегодня с нами происходит? Не обратите внимание, я никого не рассуждаю, но давайте обратим внимание, нас только один раз в году мы празднуем Пасху. И смотрите, даже у нас здесь немножко, а где молитва, а где свобода, слово, свобода молитвы, а где, а где то ликование, а где письма сваления, где? Почему, кто украл? Вышли, до рассвета вышли, в Египет взяли, потеряли, 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 потерпели. И сегодня мы сдаем здесь, предлицем Божиим. И он сегодня говорит, есть шанс, есть время примириться с Богом. Я зачитаю это место, они ещут с поспешностью, сию самую ночь пройду. И когда, помните, они совершили это, и они совершили эту Пасху, съели эту акцию, и Господь сказал, «Чтобы не осталось ничего, сужили на огне». Вы знаете, что написано в Слове Божьем, что эту Пасхальную акцию они ели. Это было последнюю ночь ихнего пребывания в Египте. Последнюю ночь ихнего пребывания в Египте. Но там еще есть такое местописание, или описанность, если вы кто-то, как Вадим сегодня, брат, сказал, он читал и плакал. Если читали, вы сегодня глубоко читали, и уникали не просто как букву, а жизни. И Ветхий Завет, и Новый Завет. Там можно найти много чего, о чем Бог предупреждал народ. И знаете, что Бог предупреждал, чтобы не было нечистоты левитов или других, другим прочим, не могли, если была какая нечистота, не могли праздновать Пасхи, установленное время, должны праздновать ее. Кто не смог праздновать через месяц, принимать участие в праздновании Пасхи. А если кто не признавал и не праздновал Пасхи, этого же должна дня, он должен быть истреблен. Видите, какой был закон Божий. Я так думал, ну почему это место там стоит, почему об этом Бог напоминает и говорит, если мы не участвуем в вечере, если мы, как часто мы вспоминаем это, ибо всякий раз, когда вы смерть мою вспоминаете, всякий раз, когда мы вспоминаем, мы вспоминаем не просто, что где-то две тысячи лет назад это было, но вспоминать это каждый день, не раз в году, не раз в месяц, а каждый день вспоминать, как смерть его, как он отдал жизнь за меня. И если я, как я слышал, в прошлое воскресенье были в служении, там еще были встречи с братьями, некоторые служители, и вы знаете, там один служитель сказал так, что сегодня идет уже такая тактика, или дьявольское, я скажу, самой преисподне учение, что Христос страдал, это в духе все было, он же духовный был человек, и это все было в духе, и вот эти гвозди, они были так, шли как умело, безболезненно, он не чувствовал ничего. Дорогие мои, этого как раз и нужно дьяволу, а почему он громко возупел? Эллои, Эллои, Лама Самохвани, Боже мой, Боже, для чего ты меня оставил? От того, что они как мыло зашли в руки его? Отчего? Отчем он возупел? Отчем он страдал? Вы смотрите, что сегодня извращенный дьявол, он сегодня настолько это все делает, чтобы сегодня людей все дальше как-то отвести, увести в сторону. И вот сегодня это слово Божие также говорит нам достойно, достойно, дорогие братья и сестры, и сотворить, сие творите в мое воспоминание, сие творите, делайте в мое воспоминание. Что? Что мы должны делать? Как? Воспоминание Божие делать? Ну как? Ну каждый день преломления. Ну написано, ученики это делали, давайте, где вас двое или трое, там я посреди вас, мы можем это делать. Но сие творите, это не только когда мы вот это делаем, но это должно быть реально передо мной, но я хочу, чтобы каждый сегодня, когда посмотрели, посмотрите внимательно здесь на этом столе, что стоит. Сие есть кровь и тело, ломимые. И он говорит, что сие творите в мое воспоминание. Что? Творите в мое воспоминание до тех пор, пока я, пока вы не почувствуете. Иисус, вот что творит вспоминание. Он, Христос, передо мной стоит, пробитые руки и ноги, и он протягивает ко мне и говорит, сын мой, дочь моя, тебя очень тяжело, тебе очень больно, тебе очень большая нужда. Сие творите в мое воспоминание. Иисус, я вспоминаю, когда ты сказал, будучи на кресте Голговском, когда ты сказал, когда через пророка Исаию, я взял ваши немощи и болезни, грехи на себя. Ранами его мы исцелились. Я вспоминаю, что ты сказал, чтобы мы познали тебя, и когда мы познали тебя, укусили как благ Господь, мы не свои, Павел говорит, не я живу, а живет во мне Господь. Ты взял, ты страдал, ты пролил кровь, и я не свой, я твой. А это значит, моя проблема не моя, а твоя. И Господь говорит, почему мы унываем, почему мы плачем, почему мы часто лежим на полу, на только нет слова, только вздохи, потому что мы не вспоминаем смерти Его. Сие творите, сие творите мое воспоминание, что, когда Он атакует на тебя, на твой дом, на твою семью, ты вспоминаешь, что пришел тот, Мессия, Спаситель, который князь мира, владычество на ременах Его, аминь. Чудный советник, Бог крепкий. И говорит, до тех пор, вспоминай, до тех пор, пока радость Божья, радость станет твоей совершенной. Радость. Не уныние, не отчаяние, не страх, не ропот, не разочарование, а радость. Вот что такое сие творите мое воспоминание. Вот что такое сие творите мое воспоминание. Это говорит о том, творить каждый день, делать каждый день, помнить каждый день, реально видеть, слышать, говорить, что Он сделал для меня. А мы только один раз в месяц, или один раз в году, или может что-то, и мы думаем, ага, там есть вечер, я пойду туда, там есть вечер, я пойду туда. Это религия. Это просто религия. Если мы не вспоминаем сие творите мое воспоминание, если мы не творим это в его воспоминание, наша жизнь не меняется, наши взяты не меняются, наша вера не крепнет, у нас страх, у нас отчаяние, мы перед чем-то стоим, мы чего-то боимся. Мы не вспоминаем. Вы знаете, даже как-то сегодня прочитал одну выписку, я давно и записал. И религия есть не что иное, как холодная церемония, церемональная форма, поклонение, которое исполняют религиозные грешники. Она не в силах спасти человека от грехов. Спасение ничего общего не имеет с религией. Кто мы? Сие творите мое воспоминание. Поймите правильно, о чем я говорю. Я не хочу, чтобы сейчас мы просто начали сегодня, у нас этот день, этот вечер, что мы будем касаться. Сие творите мое воспоминание, Отец. Я беру, вспоминая тебя, что ты был мертвый для греха, для мира, для обиды, для раздражения, для гнева, для зависти, для кривиты, для неверия. Ты был мертвый. Вот сие творите мое воспоминание. Вот сие творите мое воспоминание. Вот Бог смотрит, как я вспоминаю, как я творю в жизни. Господи, а я не свой, я твой. Я укушал тело твое, пил кровь твое, а ты пролил ее за меня. Заметьте, чтобы стать нам понятным, чтобы нас понять, Христос поплатился, оставил славу, небо, родился от Марии, от плоти и от крови. Так? И здесь он уже на кресте проливает кровь. Дорогие братья и сестры, я зачитаю место Писания, время у нас уже позднее. Я понимаю, деткам спать надо, я буду сокращать. 26 Матфея. Когда Иисус окончил все сие слова, сие сказал ученикам своим, «Вы знаете, что через два дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие». Тогда собрались пресвященники, книжники старейшего народа во двор пресвященника по имени Каяфы и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить. Никто, как они, больше кто, как они должны знать, что это Сын Божий. Мы заметили здесь хитростью, хотели убить. Почему? Потому что он был Сын Божий, они это знали. Они знали, что религия, о чем я читал, религия, она не спасает. Это холодная, церемональная, это обряд, фарисийство, это религия. Она не спасает, и ничего общего с Богом не имеет. И вот эти религиозные пересвященники, которые отступили от Бога, они не имели нужды в покаянии. Они не имели нужды, я вспоминаю слова одного священника православного, и он очень говорил, что он святой, и он такой, и он такой. Но когда мы открыли это Слово Божие, написано, кто свят, и когда святый, и кто отец, и кто священник. Вы знаете, когда Бог показывает, Бог открывает, что это просто человеки или люди религии, которые даже ничего общего с Богом не знают, и Бога даже не знают. Я ему задал вопрос однажды, говорю, но ты хоть раз в жизни пережил личное общение с Богом? Он покачал головой, говорит, а это мне не очень нужно. А ты встречался с ним хоть раз в жизни? Он говорит, нет, как же ты можешь нам говорить о том, которое ты ни разу не видел? Братья и сестры, а мы хоть раз видели? Как же мы можем проповедовать, отображать славу, если мы в нем не пребываем, но в нас не пребываем. Вы сказали, пребываем, а я зачитал это местописание. Сие творите мое воспоминание. Мы участвуем, это значит, что мы творим, что Он во мне, и отображение Его слави во мне, Его жизни во мне, любви Его, вере Его, терпение Его, умоление Его, крутости во мне. А если Его нет? Если Его здесь во мне нет, я никак не смогу сделать святым, я не могу сделать, чтобы я поверил, потому что вера от слышания, от слышания от Слова Божьего. И положили взять Иисуса хитростью убить, но говорили только не в праздник, чтобы не сделалось возмущением народа. Заметьте, кто как не они знали, что такое Пасха, избавление, прошел мимо, минувало их наказание, суд, казнь, смерть. знали они. И по середине носят на руках, и здесь это китится и держится, если что, он их хватает за эти узлики, сразу совершает молитву. Но это религия, холодная, безжизненная, и не больше. Но они пожелали, из-за зависти, распят того, кто действительно принес мир, жизнь. Отступили. Отступили. От живого Бога. И что? Дождли до того, вот видите, вот Бог показывает, вот этот фараон ожесточил сердце. И когда Бог поступает, ожесточение сердца, это какое? Что уже идут на хитрость, распять Сына Божьего. Вот, где опять мы идем, то, что Бог показывает, ожесточил. Когда я, Ого, Господи, ухожу из сердца, ожесточается сердце. Заходит кто-то другое. Это признаки того, что эти люди ничего общего с Богом не имеют. Они ненавидят ни Бога, ни служителей Его, ни сыновей, ни дочерей Его. И мне нравятся эти люди. Остался я один, сначала я читал, и моей души ищут. Илья, ты не один. Разве было там только верующих 7 тысяч? Там было больше 7,7-7,10 тысяч. Но они были религиозные. Но только среди этой толпы, там, где находился Илья, Бог поговорит, у меня есть, я соблю, я сохранил 7 тысяч, которые не поклонились. Есть у Бога, есть 7 тысяч и сегодня, которые служат Ему, которые ревнуют у Его, которые жаждут Его. И вот здесь говорит, Иисус, когда Иисус был в Ифании, в доме Симона, прокаженного, приступили к Нему женщины, приступила к Нему женщина, будь внимательны, женщина с салавастрым сосудом мира, драгоценного, и воздевала Ему воздлежащему на голову. И увидев это, ученики Ему воздеводовали и говорили, к чему такая отрата? Ему можно было и продать это Миру за большую цену и дать нищим. Думаете, сегодня таких служений тоже нет? Но это я не хочу сегодня на этом останавливаться. Но Иисус, разумею, сказал им, что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для Меня. Ибо нищие всегда имеете с собой, а Меня не всегда имеете. Возле в мира сие, над телом Моё, она приготовила Меня к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедование вам, если в целом мире рассказывает память Её, о том, что она сделала. Тогда один из двенадцати, называемый Иуда, из Криот, пошёл к пресвященникам. Вы дальше это всё знаете. И, без слыша, и брат уже Вадим читал о том, что, когда послал Иисус, сказал, пойдите и приготовьте место для совершения Пасхи. И Иисус Христос пошёл вместе с учениками туда. На то место, «И когда Алиэль Иисус сказал, истинно говорю вам, один из вас предаст Меня, они весьма опечались, и начали говорить ему, каждый из них, не я ли Господи?» Скажите, почему ученики не были уверены в себе? Почему они могли подозревать себе предателя? Почему они не могли быть спокойны? Почему? Бог говорит, обрати внимание на это. Всякий раз, когда видите тело сию, и идёте кровь сию, смерть Господню возвещаете, доколе он пройдёт. Это не умерший человек, это показано, это наша природа. Тут энтузиазм, героизм. «Я на смерть пойду, я готов на смерть за тебя». Ещё не пропоёт петух, как ты прежде отречуся от Меня. Вот твой героизм, вот твой энтузиазм, вот твоя слова, ничем не подтверждённые. Даже, как мы слышали сегодня, эта маленькая, хрупкая женщина, она только сказала, «Я видел, я знаю, он тоже из нитки». Он сказал, «Нет, я его не знаю». Видите? Но когда Иисус посмотрел на него, выходя, посмотрел ему в глаза, он горько заплакал. Бог показал, напомните, меня тоже слышали, я пропускаю этот момент, не читая, но я знаю, что вы все знаете, сегодня слышали, что Иисус сказал, Иисус сказал, что? Сатана просил, как пшеницу, но я молю Отца, чтобы не оскудила вера Твоя, и ты некогда упутвердившись, укреплял братьев. Это Бог сказал еще до отречения Петра. Это было сказано еще до его отречения, но Бог видел, Иисус видел это, видел, и Бог допустил это, пройти это. Почему? Потому что никто другой, как тот, который пережил отступление, отречение, может понять пачких людей. Никто, как тот, переживший это, может понять этих людей, которые в таком состоянии. Они боятся подойти, они стыдятся, солнце угрызая, все говорить их против. Когда весь мир смотрит на него, Петра, ты отрекся, ты отрекся, в ушах звучит, ты отрекся. Запомни это выражение лица, Христос, как смотрел в твои глаза, ты больно сделал Ему Петра, ты отказался даже при женщине, ты говорил, что на смерть придешь, вот-вот-то ты на самом деле трус, боязливый и не больше. Ты отрекся, ты отказался, а тот был таким. Но Бог показал эту сторону. Это мы люди. Это мы люди. Это мы, которые можем говорить Иисус, я в грудь тебя, я больше не буду грешить, я больше не буду так жить, я больше не буду так поступать, я буду служить тебе, я буду и служить тебе, я буду проповедовать, я буду молиться, но когда мы забываем, забываем, что мы давали обет доброй и чистой совести, забываем, дорогие мои, мы забываем. И Бог обратил внимание на это сегодня. Почему мы забываем этот момент и часто огорчаем его, то, что он говорит, почему теряете радость, мир, благословение, потому что не осиятворите в моем воспоминании. вспоминаешь ты о том, кто пришел и дал тебе мир и покой. Кто может больше? Заметьте, если бы мне сегодня сказали, и кому-то из нас сказали, что у нас такой человек большой в этом мире, там, допустим, в Белом доме или где-то в другом месте, мы имели спокойствие, что если что, у нас есть дядя, или есть там кто-то, папа, который можно сказать, позвонить, и он такой, и вот звонок, и все решится. Но заметь, твой и мой отец, царь царей, Господь господствующий, и он говорит, сие творите в моем воспоминании, что ты никогда не один, не одна, ты никогда не беззащитен, ты никогда не без охраны, ни ты, ни дом твой, и ничто не пропадет, даже волос в голове твоей, а мы хотим спасти наших детей, наших внуков, своими усилиями, бесполезно, делал это он только радуется, что мы ложим на лопатках, мы не доверяем ему, мы не доверяем ему, а он говорит, сие творите мое воспоминание, отец ты мой, я твой, я твоя, а я и дом мой, будем служить Господу, пусть весь мир твердит иное, знаю, я Христов спасен, аминь. И сегодня, я зачитаю это место, мы будем приступать к этой трапезе, и также, когда он это делал и совершал эту вечерню, он сказал в ответ, опустивши со мной руку блюдо, этот предаст меня, впрочем, сын человеческий идет, как написано о нем, но горе тому человеку, которым, которым, сын человеческий предается, лучше было ему не родиться, при всем, Иуда, и Иуда, предающий его, сказал, не я не равный, Заметьте, не я не равный, а в сердце уже занято. Другие братья и сестры, часто в нашем сердце Бог показывает, мы можем быть вечерними, мы можем протягивать руку, как Иуда, и говорить, не я ли равный, а Бог смотрит и видит, ты же знаешь, Иуда, себя хорошо, что ты уже внутри отступил, ты решил, что делать свое, но Иуда надеялся на что, что он сын Божий, что он спасет себя, что покажет, иди самим Бог показывает сегодня тебе и мне, как часто мы не довираем Ему, как часто мы предаем Его своим недовериям, своим невериям, своим страхом, своим отчаянием, не предаем Его, что он напрасно пришел, напрасно страдал, напрасно говорил, я взял ваши немощи и болезни, я взял, я князь мира, владычество на ременах его, он князь мира, взял, и дальше написано, и при всем Иуда, сказал, он неравен, и я неравен, Иисус говорит ему, ты сказал, ты сказал, и когда на еле, Иисус взял хлеб, благословил, преломил, и раздая ученикам, сказал, примите, идите си, сила мое, и взял чашу, и благодарив, подал им, и сказал, пейте из нее все, ибо си, искромая, новая завета, за многи изливаемая, в оставление грехов, сказав же вам, что отныне буду пить от плода сего, винограду до того дня, когда буду пить с вами новое вино, царствия отца моего, и воспев, пошли на гору Леонскую, я зачитал это специально до этого момента, и знаете почему, что он воспел, я не читал, потому что время бежит, очень, у меня нет времени читать больше, вникать в ветхий завет, когда совершали Пасху, они пели, я только хочу напомнить, некоторые псаммы, которые пели, они народ израильский, пел на Пасху, когда совершали Пасху, что они пели, они пели, когда четыре чаши было, и когда было пятое, они еще пели 139-й псалом, вот я в два зачитаю, 111-й, блажен муж, боящийся Господа, и крепко любящий заповеди его, сильно будет на земле семьи его, род правий, благословиться, обилие и богатство в доме его, правда его пребывает вовек, во тьме восходит свет, правим, благ он и милосерд, и праведен, добрый человек, милует и взайме дает, он даст твердость словам своим на суде, он вовек не поколебается, в вечной памяти будет праведник, и не убоится худой молви и сердца его твердо, уповая на Господа, утверждено сердце его, он не убоится, когда посмотрит на врагов своих, он расточил, раздал нищим, правда его пребывает вовеки, рог его вознесется во славе, нечестивый увидит это и будет досадовать, заскрежащие зубами своими, и стоит, желание нечестивых погибнет, вот здесь они пели сами о себе, там идет речь о Сыне Божьем, о пришествии Его, о Мессии Спасителе, Аллилуйя, хвалите раби Господни, хвалите имя Господне, да будет имя Господне благословено отныне его вверх, от восхода солнца до запада, да будет прославляем имя Господне, висок над всеми народами Господь, над небесами слави Его, то, как Господь Бог наш, Который, обитая на высоте, преклоняется, чтобы призывать на небо и на землю, из праха поднимает бедного, из бремени, из брения возвышает нищего, что и посадить его с князями, с князями народа Его, неплодную вселяет в дом матерью, радующуюся о детях, Аллилуйя. И вот эти два псалма пели постоянно на Пасху. И Иисус Христос, будучи на этой низкой земле, будьте внимательны, Он, чтобы не нарушить ничего, что было постановлено Богом, и как делали прапорации, Он не отменил, Он не нарушил, Он совершил Пасху и воспел то же самое, что пели они. Ну и пошел на гору Илеонскую. Пасху не переломил, Ильня Курашева не угасит, будет произносить суд поистине, не ослабеть из неможего до коленей на земле, не утвердит суда, и на закон его будут уплывать острова. 16 сих, 42 главе Исаия, я читаю сейчас. Поведу слепих дорогою, которую они не знают, это о нас идет речь, о мне. Мы были слепи, не видели, не знали, кто открыл луза. Поведу дорогу, которую они не знают, неизвестные пути я буду вести их, мрак сделай светом пред ними, и криви пути промими, вот что сделаю я для них, и не оставлю их, тогда обратятся вспять, и великим стыдом покроются надеющиеся на идолов, говорящие истуканов, вы наши боги. Слушайте глухие, и смотрите слепие, чтобы видеть, кто так слеп, как раб мой, и глух, как песник мой, мною посланный, кто так слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб Господа. Ты видел многое, но не замечал. Уши были открыты, но не слышал. Господу угодно было ради правды своей возвеличить и прославить закон. Но это народ разоренный, и разрабленный, и все они связаны в подземельях, и сокрыты в темницах, сделаны с добичью, и нет избавителя, ограблены, и никто не говорит, отдай назад. Это другая тема. То есть я сейчас не буду касаться, касаясь того, что вывел слепих на стезию правды. Это он. Он показал. Будешь приходить ли через воды, я с тобою. Через реки, ли они не потопят тебя. Пойдешь ли через огонь, не обожжешься. Пламя не опали тебя, ибо я, Господь Бог твой, Святой Израилев, Спаситель твой, и выкуп за тебя отдал, Египет, Эфиопию, Савею за тебя. Так дорог ты, в очах моих, многоценен. Дорогие братья и сестры, я сегодня хочу, вместе с вами, это слово Божие, еще зачитать, которое мы слышали в начале, брат говорил, кто идет от едом в очервленных ризах, от вассора, столь величественной своей одеждой, выступающей по лоте силой своей, я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать. Понимаете? Я, изрекающий правду, сильный, чтобы не спасать. Чтобы не спасать. Это значит, в него нет того, что одних могу спасти, а одних ныне цили спасти. Сегодня он говорит, это для тебя и для меня, чтобы мы знали, у Бога нет той глубины рва, откуда не поднял бы, у Бога нет того греха, который не простил бы, кроме их, полная Дух Святой. Это написано. И вот здесь он говорит, отчего же одеяние твое красное и ризы твоей у тебя, как топтавшего, точили. Я топтал, точила один, и знавал, никого не было со мною, я топтал их во гневе. Кровь их брызгала на ризы мои, и я запятал все одеяние свое. Не было помогающего. Дорогие братья и сестры, я возвращаюсь к тому месту, с Матфея, где я читал, только что, он взял чашу и вошел на, воспел по Шиногору Леонскую. Он совершил все по слову. Он совершил так, как сказал отец. Я хочу, чтобы мы сейчас встали на ноги и еще совершили краткую молитву. Господь, освети нас, очисти нас, Господь. Помоги нам, отец. В этот час, что своим неверием, своим, Господи, доверием, мы часто огорчали тебя, делали больно тебе, а ты сказал, я взял грехи мира на тебя. У меня спасение, у меня истерение, у меня жизнь. Жизнь. Помоги, прости, прости, что сколько раз мы нарушали, Господи Божий мой, эту волю в том, что мы не доверяли тебе, как будто я могу спасти, как будто я могу что-то сделать сам. Отец говорит, все створите мое воспоминание. Я вспоминаю сегодня, я каюсь сегодня. Освяти меня, очисти меня, прости меня, отпрости меня за грех недоверия, страха, отчаяния. Я брал на свой разум, на свое сердце, Отец, и вот продолжается битва, борьба, и эта тьма не отступает. А я сегодня хочу сказать, а я знаю, искупитель мой жив, аминь. Некогда сказал Иов, а я знаю, искупитель мой жив, он восстановит, распадайте концы кожу, он, он восстановит, аминь. Тот, который трос переломил, переломил, или накуря всего не угасил, тот, куда из слепых, был на полную стезю, открыл глаза. Аминь. Кто так глух, кто так нем, как рад мой. О, как часто мы не боимся, глухоты, не моты, как часто мы реагируем, у нас сразу слезы, у нас обида, у нас раздвижение, у нас гнев. Отец, освободи, освободи, очисти, аминь. Дорогие братья и сестры, мы приступаем к второй части нашего служения. Я не могу восстановить молитвы, вы знаете, когда я видел, Иисус пришел сюда и говорит, я хочу воскресенье, чтобы не участвовали, брады в религии, ибо мертвые, не воскрешшие. Я не хочу этой религиозности, я хочу, чтобы вы видели, что я живой. Да, нам придется пойти в эту долину, нам придется пойти на эту ночь, совсем не так. Мы перед пришествием Сына Божьего, мы много сегодня, как я в прошлый раз говорил, кто проходит Еремию, кто Неэмию, кто сегодня Руф, кто такие книги проходит Ива, мы проходим, но Иисус жив. Аминь. Он с тобою. Он хочет, чтобы ты в это трудное время, когда все вокруг темно, не оказалось никого рядом, ты могла видеть, мог быть Иисус со мною. И Он в моем доме, Он в моей семье. Он сказал, мир тебе, воспевшие пошли на гору. Я зачитаю это местописание, и перед нами сегодня... И при всем Иуда, предающий, Его сказал, не я ли, Рави? Иисус говорил ему, ты сказал. И когда не ели, Иисус взял хлеб и благословил, преломил и раздавая, ученикам сказал, примите, едите, сиди из тела мое. Братья и сестры, перед нами этот отреснок. Вы знаете, мы сегодня слышали, я топтал, тучила один. Тело. Ломи мое тело Иисуса Христа. Он, будучи Сыном Божьим, пришел на эту низкую землю. Он оставил славу. Он оставил небо. Он воплотился воплоти, так как я и ты. Не думайте, что ему к Бозе входили, как я говорил, как мыло в руки. Нет, это было больно. Кованые, ржавые, непроведенная какая-то дезинфикация там, они упивались его телом. Круг брызал от удара молотка. Но я хотел бы еще немножко зайти в Гессиманский сад. Он на верженье камня. Мы слышали молиться. Он врачи, если возможно, минует чаша моя сия. Впрочем, не как я хочу, а как ты, да будет твоя воля. Молитва, просьба сына, давайте зайдем. Мои дорогие братья и сестры, я хочу вместе с вами зайти в тот Гессиманский сад, там, где он стоит на коленях, там, где он молится. если бы, если бы я туда не пошел, я бы не был сегодня здесь. Зайдем сюда, туда сегодня этой верой. Пойди туда. Ты услышишь, там твое имя есть. Ты услышишь, там о тебе он говорит. Когда опускаются руки, поддержи. Отче, если возможно, он может понять тебя, потому что его тоже было очень больно. Ты говоришь, что тебе очень тяжело. Он говорит, я это могу понять, я прошел это. Ты говоришь, у тебя нет выхода, ты не видишь больше выхода, нет. Но я согласился быть в воле отца. Согласился быть в воле отца. А у меня, у моей воли есть выход, есть решение этой проблемы. Но мы должны быть преломлены. Что такое опреснок? Вы знаете, когда я говорил, часто вспоминаю, когда было время, когда сенье, пахание сенье, зернышко падает в землю, колосси, зима, стужа, мороз, ветер, и все на это растение, на эту пшеницу, она выстаивает. И это с себе выстаивает твердым, для того, чтобы женицы могли сжать его. Молодьба, жирмыва, несиняя. Все это преломляется. И дальше печь. Золото огнем очищенное. Дорогие братья и сестры, Господь сказал, если я был преломлен, я был в воле Отца, значит, если мы отдали себя в воле Отца, мы также будем преломлены в руках Его. Он будет допускать нас преломлять. Он будет допускать, чтобы нас преломить, показать, какой уме. Петр говорил, я на смерть пройду. Он его преломил. Преломил, так преломил, что он увидел от их глаза и горько заплакал. И дальше, это пилки, это ревности служитель Божий, был повешен вниз головой. Он сказал, не достоин быть повешен, так как мой спаситель. Его повесили вниз головой за своего учителя. Он сколько прошел и принес это вести. Сегодня перед нами это я пресно. И Господь хочет, чтобы ты и я предоставили быть преломлен в Его руках. Преломлен в его руках. Чтобы Он преломлял. И Господь сказал, не преломляйте друг друга, но пусть Бог преломляет. Ибо если мы будем преломлять близких наших, то Бог будет нас преломлять еще больше. Поэтому я хотел бы сегодня в всем на руках молитвы и скажу Господь, преломляй нас. Если ты видишь что-то еще не так, очищай, чтобы нам быть преломленным, как ты был преломлен. Будем молиться, Отец. Вечный Бог. Представь, я пролица твоего. Я безмерно благодарен тебе. Я благодарен тебе, Господь. Когда ты был на этой низкой земле, ты был преломлен. Тебя бичевали. На тебе не было лица, и веке он был бы изображен почти всякого человека. Не было тебе ни вида, ни милища. Тебе не было, не осталось ни этого клапника, тело живого, где бы не было, оно разорвано, порвано, оно было залито кровью. Эти куски тела были оборваны. А ведь висела. Отец, на голове венец, террором, и которые эти иглы, с этим ягодом, пились в голову твою. Тебя били по голове и говорили про тех, кто ударил тебя. Тебе говорили, если ты с отбориста, иди со креста. Отец, с тобой висели Христос еще два разбойника, но только два человека узнали тебя. Один разбойник, который сказал, он увидел тебя в мессию спасителя. Вспомни обо мне, когда будешь в раю. Аминь. Он увидел тебя спасение. Второй воин, который сказал сотник, истина Сын Божий. Два человека только узнали тебя. Два человека только признали тебя. Два человека только исповедовали тебя. Иисус, когда ты был преломлен, Отец мой, я прошу тебя, что вижу я сегодня? Отец, я прошу, благослови это допресса. Благослови! Когда мы, Господи, более преломляем и где-то укушаем это тело твоё, это жизнь, это жизнь. Аминь. Ибо ты сказал, кто будет из тела моего пить крово, имеет жизнь, жизнь вечную. Аллилуйя! Это победа, это поражение для Бога, это смерть, это не ритуал, это не обряд, это не причастение, это реальное участие в теле и кровякция. Это жизнь, это жизнь, это исцеление. Аллилуйя! Вечный Бог Отцу и Сыну Святому Духу. Аминь. Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня имеет жизнь вечную. Я есть хлеб жизни. Отцы ваши и лиману пустыни умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что идущий его не умрет. Я хлеб живой, шедший с небес. Я души хлеб себе будешь жить во вверх. Хлеб же, который я отдам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира. Тогда иудеи стали спорить между собой, говоря, как он может дать нам есть плод свое. Как и сегодня эти споры продолжаются. Иисус же сказал им, истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого, не хлеба, плоти Сына Человеческого, и пить крови его, то не будете иметь в себе жизни. Вот почему дьявол сегодня обкрадывает в многих церквах через этих людей, которые здесь за кафедой обманывают людей и говорят, это принадлежимое, это преобраз и так дальше. Это не преобраз и непринадлежимое. Это реальное тело и кровь акца. Это сказал сам Христос. Христос сказал для того, что он знал, что когда я буду касаться тела и крови акца, это жизнь. А в ритуала, в обряда, принадлежащего, или там, как мы часто слышим говорить, что это есть преобраз, в преобразах нет жизни. Нет жизни. Жизнь в реальном, живом Иисусе. Иисус сказал истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить кровь Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий Мою плоть и пьющий Мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу Его в последний день. Не сказано, что будет иметь, а имеет. Вопрос, почему истет сегодня такая борьба, что это тело или это хлеб. Если есть тело и пить кровь, имеешь жизнь вечную, а если хлеб и вино, вопрос, вот в чем именно играет сегодня или обманывает сегодня дьявол. Имеешь жизнь вечную, и я воскрешу Его в последний день, ибо плоть моя истина есть пища, и кровь моя истина есть питье. Едущий Мою плоть и пьющий Мою кровь прививает во мне, и я в нем. А если для меня это преобраз, и этот хлеб, я участвую религиозно, то он не пребывает во мне и я в нем. Поэтому мы и не имеем духовного роста, духовного подъема, духовной жизни, радости, победы и так дальше. Как послал меня живой отец, и я живой отцом, так и идущий меня, заметьте, ясно уже говорит, идущий меня, жить будет мною. Аллилуйя. Вы знаете, эти слова, они как камень под ноги. Это не просто мы сегодня здесь будем прикасаться кусочек хлеба, тела, это жизнь, это воскресение, это победа, это усыновление, это удочерение, это твое тело, не твое, а Христово, это не ты, а Христос, это не твой дом Христов, это не твоя семья Христово, аминь. Си это есть хлеб с небес, не так, как отцы ваши ели ману и умерли, идущих сих хлеб, жить будет вовек. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус ту ночь, которой предан был, взял хлеб, возблагодарил, преломил и сказал, примите и едите, сие село мое за вас ломимое, сие творите мое воспоминание. Также и чаша после вечеря сказал, сие чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Опять то, что я сегодня говорил, тема мое воспоминание. Творите мое воспоминание. Также и чашу после вечеря сие чаша новый завет моей крови, сие творите в мое только то, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывай же себя человек, не служитель церкви, не пророки, не церковь, не служителя, каждый лично себя. Да испытывай же себя человек. Таким образом, пусть есть от хлеба сего и пьет из чаши сей, ибо кто если пьет недостоин, тот если пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. А то многие из вас немощи больны и немало умирает. Ибо если вы были судили сами себя, то не были бы судими, были бы судими, будучи судими, наказывались от Господа, чтобы не быть осужденным с миром. Братья и ломи мое тело Сына Божьего. Я хочу, чтобы мы были тоже в молитвовом состоянии, и чтобы вы брали этот кусочек тела Иисуса Христа. Это твоя, это моя жизнь. И участвовать могут те, кто принявши водное крещение в мир Богом в церкви, да благословит Господь. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб, всей смерть Господней возвещаете, доколе Он придет. Итак, облекитесь как избранные Божьи святые возлюбленные милосердия, благо смирно мудрые, кротос, долготерпение. Снисходя друг к другу, прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы, больше всего облекитесь любовь, которая есть совокупность совершенства. И до владычества в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны, в одном теле будьте дружеливны. Слово Христово вселяется в вас обильно. И все всякой премудростью научайте, вразумляйте друг друга псалмами, славословиями, духовными, песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что вы делаете, словами и делом, все делаете во имя Господа и Иисуса Христа, благодаря через него Бога и Отца. Аминь. Слава Господу. Слоем коленей поблагодарить Бога. Отец, я благодарна тебе за милость и за благо Твое, за это возможно, за это участие, возможность касаться тела и крови Твоей. Аминь. Слава, слава тебе. Это победа, это прощение, это исцеление, это освобождение, это болезнь ушла из сцена. Слышишь? Этого не догоняет. Там кровь умокца, там жизнь, там победа. Дьявол поражен, победа, аминь. Этот страх ушел, это невение ушло, эта обида ушла, этот дед ушел, эта давина ушла, эта давная боль ушла, боль в груди ушла, аминь. Иисус жив, Иисус жив, аминь. Аллилуйя! Аллилуйя тебе, Иисус! Аллах тебе, слава тебе, честь тебе, поклонение тебе, благодарение тебе, ибо ты один достоин славы, достоин чести, поклонения. Тебе единого привода Богу слава за этот час, за этот вечер, за эту встречу. Господи, я знаю, если ты сегодня придешь, твой народ, который сегодня достойно касался, он жив, он реален, он мой сегодня, Господь, как я, и ты, воспевший, пошли на гору Леонскую, а там испытания, а там у вас слезы, но я вижу тебя, вижу тебя, синий творите, мое воспоминание, аминь. твое воспоминание, мы не свои, мы твои, ты победил дьявола, ты поразил его, аминь. Ты дал свободу, ты дал избавление, я знаю, что я и дом мой будем служить, Господу, это наши детки, наши внучатка, наши отцы и матери, наши родители, они будут служить тебе, аминь, аминь, потому что мы твои. Тебе слава, Тебе честь и поклонение. Отец, благослови завтрашний день и позволю дожить служение. Благослови расход, благослови транспорт, дороги. Храни Господь за рулем, кто будет. Благослови, Отец и Дух Святой. Аминь. Отец. Отец.